МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Татьяны Трофимова. Сегодня в выпуске. Готовность номер один. В районах республики идет смотр сельскохозяйственной техники. Сотрудничество без границ. Чебоксары и Сухум стали городами-побратимами. Олимпийский вид спорта. В Чувашии отмечают Всемирный день настольного тенниса. Чебоксары и Сухум стали городами-побратимами. Сегодня в администрации столицы республики было подписано соглашение об установлении братских отношений. Соглашение состоялось. Делегацию администрации Сухума возглавил мэр Беслан Эшба. Гости из Абхазии успели познакомиться с промышленным потенциалом столицы. Состоялась встреча с представителями деловых кругов двух республик. По итогам 2020 года из Чувашии на юг экспортировано товаров на сумму более 70 миллионов рублей. Почти половина – продукция аграрного комплекса. Большой потенциал обе стороны видят в развитии туризма Сухум – экономически-культурный, научный и учебный центр Абхазии, являющийся промышленным и транспортным узлом всей республики. Чебоксары стали шестым городом в списке побратимов. «Хотел бы вас поблагодарить много раз из тех, кто присутствует в зале. Я уже говорил за эти два дня пребывания нашей делегации в городе Чебоксары за теплейший прием, за внимание, которое вы нам оказываете. Намеченные планы, они наверняка, мы убеждены, что они приведут к тесному сотрудничеству в разных областях. Это социальный блок, весь культура, образование, спорт и так далее. Вот туризм, разумеется, но и, конечно, не могу не сказать то, что нас удивили ваши предприятия – электростроение, электрооборудование, приборостроение. Значит, мы просто до сих пор находимся под впечатлением». «Откроют дополнительные возможности сотрудничества во многих сферах бизнеса, позволят новые контакты приобрести в сельском хозяйстве, в машиностроении. Мы уже обсудили, в каких сферах можем сотрудничать образование, культуру, также с туристической точки зрения». В Чувашии объявлены конкурсы на строительство первого и четвертого пусковых комплексов группового водовода Шумуршинского водохранилища. Общая стоимость проектов составляет свыше 620 миллионов рублей. Работы должны быть выполнены до 20 декабря 2022 года. Строительство водоводов осуществляется в рамках федерального проекта «Чистая вода». Напомним, что на объекте уже есть комплекс водозаборных сооружений, но протянуты только 38 километров труб. Они способны обеспечить питьевой водой всего 8 населенных пунктов. Для водоснабжения трех южных районов необходимо проложить 74 километра. Это решит проблему нехватки воды в Шумуршинском, Батревском и Комсомольском районах. Перед началом весенних полевых работ в хозяйствах республики проходит традиционный смотр готовности сельскохозяйственной техники. Наша творческая группа побывала в Урмарском районе. Полторы тысячи гектаров земли под растение и водство – зерновые, бобовые и картофель. Чтобы получить хороший урожай, нужна исправная техника. В фермерском хозяйстве Геннадия Юмукова это отчетливо понимают. Как видим, здесь техника обновленная, новая, но и старая техника тоже исправная. Вся трактор готова к выходу весенним полевым работам и получит талант допуска на этот год. Из Большого технического парка проверку не прошел только один трактор. Насчет техосмотра мы готовимся сорательно. Запчасти вовремя, нужные запчасти. И поэтому, чтобы работать весь год, мы ремонтируем все, что можно, чтобы потом в поле ничего не делать. Только работать. Отремонтированная техника – это не только гарантия стабильной работы, но и безопасность механизаторов. Поэтому фермеры стараются регулярно обновлять машино-тракторный парк. Навстречу идет и государство. Сегодня для земледельцев существуют различные меры поддержки. К примеру, программа льготного лизинга автотранспорта. Ею воспользовался и Геннадий Юмуков. Трактора были приобретены на кредитные сестра, но мы их уже как бы оплатили. И вот из 13 тракторов в этом году мы купили еще два трактора. Один по кредиту, Кировец 525-й, другой 15-23 на свои собственные сестра. Еще купили мы в этом году на кредитные сестра комбайн РСМ-161-й. Ну, тут есть хорошие плюсы. Государство субсидирует 40%. В Урмарском районе зарегистрировано более 700 единиц техники. Из них на весенние полевые работы пойдут около 200. Все они должны пройти проверку. Екатерина Шиверова, Алина Сусметова, Александр Отяков, Республика. В Чувашии стартовал прием заявок на всероссийский конкурс для руководителей нового поколения лидеры России. В этом году он пройдет уже в четвертый раз. Участники получат возможность пройти комплексную оценку профессиональных навыков, лично познакомиться с руководителями крупных компаний и вступить в сообщество лучших управленцев. Это тот социальный лифт, который сегодня есть для молодых людей, для тех, кто готов себя проверить на прочность, свои навыки. Подготовиться к этому конкурсу – это уже шаг на самосовершенствование. Можно понять свои сильные, слабые стороны. Ну и прежде всего, это, конечно, ваше стремление принести пользу на благо того места, где вы трудитесь, страны, региона. Сегодня в рамках Дней карьеры министр промышленности и энергетики Чувашской Республики Евгений Герасимов встретился со студентами Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. Вовлечь специалистов в управленческий процесс – такая задача стоит перед представителями министерств. Государственная служба требует особой ответственности, умения принимать решения и добиваться их выполнения. У министра промышленности своя история успеха. По мнению Евгения Герасимова, даже на таком ответственном посту надо постоянно учиться, перенимать опыт и совершенствовать управленческие навыки. Студентам поступило предложение познакомиться с работой органов государственной власти воочию. Задача именно привлечь молодежь в органы государственной власти, в органы государственной службы. Еще раз, в Минпроме найдем место и для практики, и для успешных клиентов. Решим вопрос и с трудоустройством для тех, у кого будет желание на это дело. В Чебоксарском детском саду номер 7 созвездия открылся первый 3D кинотеатр. Как новые технологии способствуют развитию ребят в нашем сюжете? Изучать астрономию космос, прикоснуться к звездам в буквальном смысле для ребят это стало возможным. Еще в начале 20 века, к примеру, в космосе было предложено использование солнечного паруса. Уютные кресла, удобное расположение экрана и даже специальные очки. Здесь есть все для комфортного погружения в трехмерное пространство. Мне так понравилось, как будто я там сама оказалась на космическом корабле и увидела очень близко планеты. Я с удовольствием прям приду еще раз. В течение всего сеанса за эмоциональным состоянием детей внимательно следят педагоги. Они же обеспечивают безопасность погружения в трехмерную анимационную реальность. Так, педагог с 40-летним стажем работы Елена Милютина считает, что сейчас время диктует новые правила. Она уже предвидит горячие дискуссии и обсуждения с ребятами познавательных научных фильмов, считая также, что это способствует раскрытию новых интересов у маленьких почемучек. 3D-очки, 3D, они позволяют детям именно быть внутри событий, почувствовать самих себя, что они тоже участники этих мероприятий. И мы фантастически даже рады. Кроме того, в дошкольном учреждении недавно открылся планетарий. А сегодня он пополнился новым обучающим материалом. Это и глобусы, и трехмерная модель солнечной системы, и другой наглядный материал для изучения. Сегодня мы с вами увидели наших детей, как они радостно, с возгласками воспринимают тему космоса на ура. Они смотрят фильмы, они играют с игрушками, связанные с космонавтикой. Ну, я думаю, возможно, у нас здесь сидят и в будущем будут космонавты, которые прославят наш город, нашу чувашскую землю, нашу страну. Ну что, готовы размяться? Хорошо. А вокруг планеты, Солнце и Луна. Благодаря этим виртуальным путешествиям к далеким планетам, возможно, у мальчишек и девчонок вырастут крылья и для полета к своей мечте. Наталья Мальчикова, Татьяна Раевская, Дмитрий Салманов, Республика. 29 апреля по всей стране все желающие смогут написать диктант победы. В Республике уже подготовлены более 380 площадок, кроме школ, техникумов и вузов. Впервые в этом году к акции присоединится Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопритозирования. Не отрываясь от лечения. Написать диктант победы смогут как врачи, так и пациенты. В центре травматологии получают медицинскую помощь жители практически всех регионов России. В этом году, несмотря на больничные, они смогут проверить свои знания по истории Отечества. Мы все являемся наследниками победы и для сохранения исторической памяти, мне кажется, это замечательная акция, поскольку она позволяет снова вернуться в историю в те непростые годы и в память великого подвига наших бабушек, дедушек. Вот это замечательное мероприятие, когда мы диктантом победы вспоминаем вот эти исторические даты, сложные времена. В этом году в Чувашии диктант победы планирует написать более 20 тысяч человек. Это почти в 4 раза больше, чем в прошлом. Участвовать можно не только очно, но и дистанционно на сайте диктантпобеды.рф. Уже сейчас там можно зарегистрироваться и пройти тренировочные тесты. Диктант будет состоять из 25 вопросов, 5 из которых посвящены событиям в каждом конкретном регионе. На выполнение задания отведено 45 минут. В Чувашии стартует всероссийская акция «Сад памяти». В ее рамках будут высажены деревья во всех районах и городах республики. Новые зеленые насаждения появятся как в городских парках, скверах, аллеях, так и на территории лесного фонда. Массовая посадка деревьев пройдет 24 апреля в Заволжье. Напомним, что акция проходит по инициативе Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке Минприроды России и Рослесхоза. В 2020 году, несмотря на режим самоизоляции, она объединила свыше 300 тысяч людей из более чем 50 стран. С 12 апреля на 101 маршруте между Чебоксарами и Новочебоксарском увеличат количество автобусов. В часы пик там будут работать не три машины, а 21. Салоны будут средней и большой вместимости, изменится и схема движения. В Новочебоксарске 101 будет курсировать по привычному пути, а в Чебоксарах пойдет по 32 маршруту через Новоюжный, Центр и Северо-Западные районы. Всю жизнь с музыкой в Маргаушском районе живет уникальный человек, мастер по ремонту гармонии. В его коллекции не один десяток музыкальных инструментов. Познакомилась с ним и наша съемочная группа. Без гармонии и ее усовершенствованных разновидностей баяна и аккордеона невозможно представить себе ни одного праздника на селе. Какая же песня без баяна? Анатолий Петров умеет не только поддерживать компанию, но главное, знает, как придать звучанию музыкальных инструментов яркость, задушевность, мелодичность. Однажды он познакомился с музыкантом из Ульяновской области, который открыл ему мир гармонии. Я не знал, что такой чудный инструмент на свете есть. Гармошка видал, слыхал, но не играл, даже не касался руками никогда в жизни. На баяне в четырех лет пиликал, что-то отец заставлял играть, а на гармошке нет. И так понравился инструмент. Любовь оказалась взаимной. Инструменты открыли Анатолию Петрову свои секреты. Он начал понимать их язык, характер, настроение. Теперь он один из немногих мастеров, которые умеют вдохнуть новую жизнь в меха. Многие узнали, что я занимаюсь ремонтом гармонии, аккордеону, язычковых инструментов. В Салатаре много привозят на ремонт. В Салатаре музыкальная школа, там есть хороший музыкальный руководитель. Она часто посылает ко мне, люди приезжают. Некоторые дарю инструменты музыкальным школам. Вот в Ульяновске я дарю, но девчонка была, я взял, подарил паян. Анатолий Петров старается поддерживать талантливых исполнителей. Помогает им, как всю жизнь делал его отец, обучавших детей и взрослых хоровому искусству. Но главной своей задачей мастер считает сохранение народной культуры. Наших духовных символов, среди которых гармонь. Одна из первых. Ульяна Пятакова, Регина Кубайкина, Георгий Кривошейн, Республика. Сегодня всемирный день настольного тенниса. Для воспитанников спортивной школы Олимпийского резерва имени Ирины Солдатовой праздник прошел на теннисной площадке. Беспрерывный стук мячей по столам создает атмосферу серьезного турнира. И пусть его участникам пока не много лет, от 6 до 11, это нисколько не умаляет значимости соревнований. Теннис – олимпийский вид спорта. Камиль Хакимзянов, несмотря на свой юный возраст, к занятиям относится ответственно и мечтает стать чемпионом мира. Он старается не пропустить ни одного турнира и успел завоевать даже одну золотую медаль. Я хожу сюда уже три года. Мы с садика ходили, ходили. Меня увидела тренер и пригласила к себе в группу. Федерации настольного тенниса в Чувашии 18 лет. Тренеры ищут способных мальчишек и девчонок по всей республике. Таланты есть, но надо иметь еще и огромное желание владеть этим видом спорта. Успех могут принести только упорные тренировки. Мы стали успешно осваивать международный уровень. У нас ездят пока только девочки, но, я думаю, наверное, и до ребят скоро дело дойдет. Перешли, скажем так, с российского на международный. Привезли медали из Бельгии, Швеции, Италии. Очень хорошо. Мы обычно проводим вот такой вот турнир, который сейчас проходит. Да, у нас это наша подрастающая смена играет. То есть наши самые главные, основные надежды. Ребята сражаются самозабвенно. И пусть на кону победа в рядовом турнире, но стоит она дорогого. Так рождаются чемпионы. Ульяна Пятакова, Николай Скворцов, Республика. Таковы главные новости вторника, 6 апреля. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин